Продолжение следует... Сегодня, осуществляя условия Пакта о прямопомощи, советские войска должны вступить на территорию дружественной Эстонии. Здесь же присутствует полкбред в СССР в Эстонии, товарищ Никитин, и секретарь полкбредства, товарищ Киляев. Обращаясь к полковнику, товарищу Бородкину, генерал-майор Пук приветствовал вступление советских войск на территорию дружественной Эстонской республики. Они несут народу Эстонии мир, спокойствие и дружбу. Вот здесь на фото генерал Лейтонера перед арестом. И потом там вышел из страны, селку, где его расстреляли советские оккупанты. Здесь Николай Хелк родил сюда в 1886 году. И тогда ее фамилия была еще Чистяков. И он был эстонской в армии, юристом и военным. И когда вот Эстонию оккупировали, его арестовали. И 7 апреля 1941 года приговорили о ее смерти. И его тоже расстреляли. Здесь кинерал-майор Хуго Каулер. 28. июня 1941 года арестовали. И его расстреляли в Нарильске. А это кинерал-майор Херберт Прэде. Его тоже расстреляли в 42-м году, 6 октября, в лагере в Нарильске. Здесь Мартин Волмер-Жерван. 15. сентября 1942 года расстреляли Целиявенски. И вот, ясно же, что вот, не просто так не умер. А тоже вот в лагере. В советском. И вот, как-то тогда смешно, когда вот в начале видео, несколько раз они говорят, что дружественная Эстония, и вот добровольно мы вступили в Советский Союз. Вот эти все наши офицеры, они что добровольно шли в лагерь. Ну, сюда можно еще добавлять президента нашего, который тоже висели в лагерь. Здесь у нас президент уже в лагере в 41-м году. А здесь в 38-м году он еще перед народом выступает здесь. Вот так-то такая была история. Причины депортации. Депортация явилась следствием политики СССР по отношению к странам Балтии. В августе 1939 года между Германией и Советским Союзом был заключен пакт Молотова-Риббентропа. Гитлер и Сталин фактически поделили сферы влияния в Восточной Европе. В результате летом 1940 года Литва, Латвия и Эстония были оккупированы Красной Армией. Аресты, ссылки и расстрелы начались практически сразу. Советская власть таким образом избавлялась от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента. Но первые массовые репрессии пришлись на 14 июня 1941 года. В результате спецоперации НКВД из Балтийских республик было выслано более 40 тысяч человек. Треть из них сразу отправили в лагеря ГУЛАГа. Кого арестовывали и высылали? В постановлении ЦК ВКПБ от 16 мая 1941 года говорится, что аресту с конфискацией имущества и высылки в лагеря сроком на 5-8 лет подлежат бывшие члены националистических партий и организаций, бывшие полицейские, жандармы, тюремщики, помещики и зажиточные крестьяне, фабриканты, крупные чиновники, офицеры. После отбытия наказания они подлежат ссылке в отдаленные районы СССР сроком на 20 лет. В то же время члены семей арестованных сразу подлежат ссылке на 20 лет с конфискацией имущества. В рамках борьбы с врагами народа под репрессии попали также священники, учителя, писатели, интеллигенция. Депортация 1941 года была классовой, а не национальной. Помимо эстонцев, латышей и литовцев, были сосланы евреи, русские, поляки, белорусы, то есть те, кто когда-то проживал в Балтийских республиках. Как все происходило? Во всех трех странах аресты начались одновременно, в ночь на 14 июня. Их осуществляли специальные группы из сотрудников НКВД, милиции и местных активистов. Арестовывали целыми семьями вместе с детьми. На сборы давали не более часа. Всех свозили на железнодорожные станции, здесь семьи разделяли. В вагоны с пометкой А помещались мужчины. В вагоны с обозначением Б – женщины, старики, дети. По свидетельствам ссыльных, их везли несколько суток в товарных вагонах. Туалетом служила дырка в полу. Люди страдали от голода и жажды. Счет смертей в дороге шел на десятки. Куда высылали? За Урал. Как можно дальше от Родины. В Кировскую и Новосибирские области. В Красноярский край, в Республику Коми и в Карагандинскую область Казахстана. Жизнь в ссылке. Часть переселенцев разместили у себя местные жители. Но многие жили в сараях, бараках, землянках. Сыльные работали на лесозаготовках, в сельском хозяйстве, в шахтах и рудниках. Использовался и детский труд. Смертность среди ссыльных составляла примерно 30%. Среди заключенных ГУЛАГа – более 50%. 14 июня отмечается в странах Балтии как день национального траура. Это была первая волна репрессий. Вторая волна, еще более массовая, пришлась на послевоенные годы. Репрессии продолжались вплоть до смерти Сталина. Общие цифры потерь. Всего за годы сталинских репрессий было депортировано примерно 220 тысяч жителей Балтийских стран. Из Литвы – 130 тысяч человек. Из Латвии – 58 тысяч. Из Эстонии – 32 тысячи. Точных данных о том, сколько всего людей выжило и вернулось домой, у историков нет. Новая конституция страны вступила в силу в 1938 году. Президентом был избран Константин Пятц. Создавать независимые государства, поддерживать четкий порядок и развивать культуру способны только те народы, которые уважают право. Мы, эстонцы, никогда не относились к тем народам, которые бы добровольно отказались от своих прав и преклонялись перед несправедливостью и бесправием. Каким бы малым ни был наш народ, воли выступить за справедливость у нас достаточно. Пафос президента мог несколько успокоиться отечественников, но в мире становилось все тревожнее. До начала Второй мировой войны оставалось чуть больше года. В 1939 году международная обстановка накалилась до предела. Советский Союз желал получить в Балтии свободу действий. Западные страны не поддержали СССР и последний пошел на сближение с Германией. 23 августа 1939 года они заключили Пакт о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Секретный протокол к нему в нарушение норм международного права поделил Восточную Европу на сферы влияния. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. После этого Гитлер призвал соотечественников из других стран вернуться на историческую родину. Призыву последовали и немцы, жившие в истории. Часть третья. Вторая мировая война и оккупация Эстонии. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Германия напала на Польшу. 17 сентября то же самое сделал Советский Союз. Польша была разгромлена и поделена между Германией и СССР. После этого Советский Союз навязал Эстонии, Латвии и Литве так называемые договоры о взаимопомощи, угрожая в противном случае применить силу. На помощь извне надежды не было. Эстония подписала договор 28 сентября 1939 года. На созданных здесь военных базах было размещено 25 тысяч человек. Финляндия отказалась подчиниться давлению и 30 ноября 1939 года Советский Союз напал на нее. Началась Зимняя война. Летом 1940 года мир внимательно следил за событиями во Франции. 14 июня пал Париж. В тот же день началась военная агрессия Советского Союза против Эстонии. 16 июня СССР предъявил Эстонии ультиматум, требуя ввести на территорию Эстонской Республики дополнительный контингент войск и сформировать просоветское правительство. На следующий день Красная Армия оккупировала Эстонию. Сюда ввели дополнительно более 70 тысяч солдат. 21 июня президент ПЯЦ под давлением советского эмиссара Андрея Жданова назначил марионеточное правительство Йоханнеса Вареса Барбароса. Москва желала имитировать внутригосударственный политический процесс. По распоряжению Жданова 21 июня была инсценирована демонстрация в поддержку советских требований. Демонстрацию охраняли бронеавтомобили и вооруженные патрули Красной Армии. В июле Москва организовала в трех государствах Балтии псевдовыборы. 21 июля 1940 года ровно в 12 часов дня одновременно собрались три псевдопарламента, которые проголосовали за переименование своих государств в Советские Социалистические Республики и приняли решение о вступлении в СССР. Несогласным с этим депутатом угрожали репрессиям. 6 августа 1940 года Эстония была включена в состав СССР. Аннексия была осуществлена. Соединенные Штаты Америки, а после войны и большинство других западных стран не признали аннексию балтийских стран. После начала Советско-Германской войны многие жители Эстонии с нетерпением ждали того, чтобы немецкая армия прогнала ненавистных большевиков, поскольку советская репрессивная политика настроила большинство эстонского населения против Советского Союза. Немцы же вместо восстановления независимости Эстонии создали лишь так называемое эстонское самоуправление, подчинявшееся германскому генерал-комиссару. Советская оккупация сменилась немецкой. За один год советской оккупации было арестовано 7 тысяч и депортировано 10 тысяч человек. Большинство было казнено или погибло в Сибири. За три года немецкой оккупации было убито 8 тысяч жителей Эстонии, из них примерно тысячи евреев и тысячи русских. В 1941 году советские власти мобилизовали в Эстонии более 30 тысяч человек. Из них в России был сформирован эстонский стрелковый корпус. В немецкой армии воевало около 70 тысяч в основном мобилизованных эстонцев. Это была чужая война в чужих мундирах. Из 100 тысяч парней, оказавшихся на фронте, примерно треть не вернулась. В 1943 и 1944 годах несколько тысяч эстонцев, не желавших служить немцам, бежало в Финляндию, где был сформирован эстонский полк, сражавшийся против Красной армии на Карельском перешейке. В феврале 1944 года Красная армия подошла к эстонским границам, где фронт остановился более чем на полгода. Летом 1944 года в Синемяе прошли кровавые сражения, и лишь 17 сентября началось отступление немцев из Эстонии. 18 сентября Юрий Улуоц назначил в должность правительства республики во главе с Отто Тифом, о чем сообщили также финские и шведские газеты. 22 сентября Красная армия заняла Талли. Большинство членов правительства арестовали и приговорили к смерти или длительному сроку заключения. Той же осенью 1944 года на Запад бежало около 70 тысяч человек, положивших начало активному эстонскому сообществу за рубежом. Неосуществленное правительством Тифа стало притворять в Швеции эстонское правительство в изгнании, сохраняя правопреемственность эстонской республики. После войны Эстония была в руинах. Численность населения упала, но доля эстонцев выросла почти до 95%. Ранее жившие здесь немцы оказались в Германии. Шведов эвакуировали в 1944 году в Швецию, а евреев, попавших в руки нацистов, уничтожили. Часть 4. 50 лет советской аннексии, восстановление независимости. В конце 1944 года продолжилась начавшаяся до войны советизация Эстонии. Границы были заперты так называемым железным занавесом. Репрессии продолжались. На полках архива КГБ Эстонской ССР скопились десятки тысяч папок с делами репрессированных. В каждой из них судьбы трех-пяти человек. Депортации осуществлялись органами МГБ и МВД. В 1945 году в Сибирь отправили несколько сот оставшихся в Эстонии немцев. В 1949 было депортировано более 20 тысяч человек, в основном крестьян. Наконец, власти взялись и за свидетелей Иегову. Смириться с такой ситуацией было невозможно. После войны в Эстонии продолжалось вооруженное сопротивление, лесное братство. И число его участников могло достигать 30 тысяч человек. В этой борьбе погибло более двух тысяч человек. Лишь к началу 50-х годов власти смогли ослабить сопротивление. Страх после массовой депортации 1949 года вынудил крестьян вступать в колхозы. Это повлекло за собой быстрый спад сельскохозяйственного производства. Следующее десятилетие выдалось невиданно тяжким. Гнев, связанный с конфискацией земли и скота, дополнялся недоумением, почему успешно работавшие хутора были уничтожены, а вместо них созданы малоэффективные колхозы. После смерти Сталина в 1953 году арестованные и депортированные стали возвращаться в Эстонию. Таких было примерно 30 тысяч человек. Некоторым удалось вернуться в Эстонию лишь спустя пару десятилетий. После ликвидации в 1956 году национальных воинских частей эстонские парни служили по всей территории Советского Союза, что было одной из наиболее суровых обязанностей, сопутствовавших советской аннексии. В Эстонии началась характерная для Советского Союза массивная индустриализация, особенно в сланцевых районах Северо-Востока и в Таллине. Большая доля рабочей силы привлекалась из Советского Союза. Жизнь в Эстонии считалась более благополучной, и сюда ехали охотно. Иммиграционным насосом была также армия. Многие демобилизованные офицеры вместе с семьями оставались или поселялись в Эстонии. Поэтому национальный состав населения стал быстро меняться. Прежде всего возросла доля русского населения. Удельный вес эстонцев уменьшился к 1989 году до 61,5%, что вызывало у коренного населения обоснованную тревогу. Несмотря на высокий по советским меркам уровень жизни, в Эстонии наблюдались все нюансы социалистического строя. Прежде всего, это был дефицит товаров. У соседа не спрашивали, где купил, а спрашивали, где достал. Со второй половины 70-х годов экономическое положение в СССР ухудшилось. Полки в магазинах опустили, и люди в погоне за дефицитом были способны затоптать как своих сограждан, так и собственное достоинство. С приходом к власти Михаила Горбачева в 1985 году товаров на прилавках не прибавилось, но благодаря политике, гласности и перестройке в стране повеяло свободой. Одной из первых кампаний протеста в Эстонии стала так называемая «фосфоритная война». Планы центральных властей по созданию в Ляя Навирума «гигантского карьера» могли повлечь огромные экологические риски, а также приток извне десятков тысяч рабочих. Массовый народный протест весной 1987 года положил конец этим планам. Активность народа росла. Требование обнародовать пакт Молотова-Риббентропа, объединенный Пленум Творческих Союзов, создание Народного фронта «Молодежная колонна». На днях защиты памятников старины были впервые вынесены национальные цвета синий, черный и белый в виде отдельных полотенщин. Появились первые партии. Летом 1988 года прошли ночные певческие праздники с участием сотен тысяч человек. Развернулось движение комитетов граждан Эстонии. Был сформирован Конгресс Эстонии, который на своем первом заседании 11 марта 1990 года принял манифест о стремлении эстонского народа восстановить Эстонскую республику на основе принципа правопреемственности и Тартусского мирного договора. В 1990 году был избран новый Верховный Совет Эстонской ССР. Его председателем стал Арнольд Рюйтель. 30 марта Верховный Совет признал власть СССР в Эстонии незаконной. 3 марта 1991 года прошел референдум, на котором 77,8% голосовавших были за независимую Эстонию. Августовский путь 1991 года в Москве привел к окончательному восстановлению эстонской независимости. Несмотря на то, что в Таллинн были направлены подразделения воздушно-десантной дивизии, Эстонский Верховный Совет и Конгресс Эстонии приняли решение провозгласить восстановление независимости страны. Кто за то, чтобы принять постановление Верховного Совета Эстонской Республики о государственной независимости Эстонии, прошу проголосовать. За это предложение 69 депутатов. Против и воздержавшихся нет. Постановление принято. Западные страны и Борис Ельцин, как президент России, признали независимость Эстонии. Это так, справедливый, нужный, своевременный. Так что я вам подписал указ с удовольствием. Я подравляю вас. Я думаю, что это подравляю вас с государственной независимостью. В сентябре 1991 года Эстония была принята в Организацию Объединенных Наций. В июне 1992 года была проведена денежная реформа и на смену советскому рублю пришла эстонская крона. Той же осенью к работе приступили седьмой состав Риги Когу, правительство республики во главе с Мартом Ларом и президент республики Ленард Мэри. В 1994 году из Эстонии были выведены российские войска. В 2004 году Эстония вступила в Европейский Союз и НАТО.